Всем привет! С вами программа «Трифекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в Соединенных Штатах с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас сегодня классический, в эфире политконсультант, директор Добровских консалтинг и автор телеграм-канала Компания «Инсайдер» Павел Добровский. Добрый вечер, Павел. Ян, добрый вечер, всех приветствую. Также с нами юрист и автор телеграм-канала «Юрист Legal News» Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь. Всем привет! А у микрофона Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала «One Big Union». Прежде чем мы начнем, вновь попрошу вас ставить лайки, делиться этим видео, писать нам в комментарии. Мы их читаем, стараемся на них отвечать, особенно если это какие-то интересные вопросы. И отдельное спасибо тем, кто в комментариях к прошлому выпуску написал, откуда нас слушают или смотрят. Игорь как раз любезно собрал вместе данные. И оказалось, что нас смотрят не только в России, но в Испании, в Канаде, в Польше, в Англии, в Южной Корее, Таиландии и даже Аргентине. А по Соединенным Штатам оказалось, что у нас есть зрители аж из 17 штатов, от Калифорнии до Флориды. И мы приятно удивлены такой широкой географией. В общем, если есть желание, пишите в комментариях тоже, откуда вы, нам всегда интересно знать о нашей аудитории. Что будем обсуждать сегодня? В Блице у нас новый краткосрочный бюджет, который принял Конгресс, скандал с прокурором Джорджи, который ведет дело Трампа, и списание студенческих кредитов администрации Байдена. Ну а в основных темах обсудим противостояние Техаса и федеральных властей в вопросе границы, а также поговорим о результатах праймера Своёве и о выходе из гонки Руна Десантиса. Ну что ж, начнем. В прошлом выпуске я как-то рассказывал, что Конгресс договорился о принятии полноценного бюджета, но в силу того, что в США очень специфический бюджетный процесс, законодателям нужно было принять около 10 бюджетных законопроектов до 19 января, когда истекает финансирование федерального правительства. Естественно, конгрессмены не успели, поэтому, чтобы избежать шатдауна, как раз 19 числа в Сенате и Плате представителей приняли краткосрочный бюджет, который стал уже третьим подряд. На этот раз он продлит финансирование до начала марта и ожидается, что за это время бюджет какой-то все-таки примут. В Сенате 77 сенаторов за него проголосовали, в общем-то довольно много, а вот в Плате представителей существенно меньше, потому что половина республиканской фракции выступила против нее и законопроект, по сути, прошел благодаря почти единогласной поддержке демократов. Почему республиканцам не понравилось? Они требовали от своего спикера Майка Джонсона, чтобы он внес туда поправки, которые связаны с миграционным законодательством. Тот этого делать не стал, и теперь они угрожают в ответ саботировать любые законопроекты, которые он решит выставить на голосование, потому что многие из консерваторов находятся в таком комитете по правилам, который определяет повестку дня. Некоторые из них уже довольно открыто говорят, что могут и начать процедуру вотома недоверия в отношении Джонсона, если он продолжит сотрудничать с демократами, предавать республиканские идеалы, например, если выставить голосование законопроекта о помощи Украине. Ну а демократы, в свою очередь, думают о том, стоит ли им спасти Джонсона в случае подобного голосования, если какие-то уступки от него будут, либо же поступить так же, как в свое время с прошлым спикером Кевином Маккарти и просто выйдет на мороз. Павел, вот как вы думаете, попробуют ли консерваторы сверкнуть Джонсона? Да, Ян, спасибо. Вопрос такой интересный, немножко провокационный. Я после отставки Маккарти прогнозов не даю, потому что я и тогда в нее, честно говоря, не верил. Для меня это что-то из ряда вон такое появилось. Тут я бы сказал так, что повторю свой тезис, особенно для республиканских зрителей, дисфункциональный парламент из-за дисфункциональной партии в лице республиканской партии. Это может кому-то не нравиться, но это буквально так. И ситуация с бюджетом, она буквально это лишний раз подчеркивает. И мне кажется, что здесь республиканцам, даже несмотря на то, что они не могут организовать дисциплину внутри собственной партии, им все равно это на руку, потому что у них же какой ключевой тезис? Дип-стейт нам постоянно мешает, и вот даже внутри республиканской партии существует, надо бороться и избрать Трампа, который придет, и уже получается с третьей попытки, ну если считать выбор 20-го года как вторую попытку, попытается все это осушить. Поэтому я бы здесь тут прогнозы не давал, честно говоря, будет принять или нет. Но в любом случае, как мне кажется, последний год он показывает, что вот ситуация с бюджетом, она выглядит тоже как, скажем так, ситуация, которая обычно в Латинской Америке может происходить. И хотелось бы, наверное, бюджета, который хотя бы был пролонгирован, либо был более понятен. Но здесь, опять же, в ситуации такого конфликта внутри законодательной власти, видимо, это на данный момент просто невозможно. Да, мы уже давно, наверное, не видели такого, что три краткосрочных бюджета подряд, что они могут принять бюджет полноценно, и это действительно, я согласен, такая ситуация довольно нездоровая для законодательного процесса вообще. И еще есть интересный момент с тем, что консерваторы вот угрожают блокировать законопроекты, не пускать их через комитеты, и обойти эту ситуацию, есть такая процедура при остановке правил, но для этого нужно две трети голосов, и получается, что если республиканцы захотят какой-то законопроект выставить, а консерваторы будут против, придется, чтобы около сотни демократов вот тоже поддерживали. И получается такая странная ситуация симбиоза как бы мейнстримных республиканцев и демократов, что им нужно сотрудничать, потому что иначе консерваторы не дают. Игорь, вот как вы думаете, получается ли так, что, пытаясь как бы поиграть мускулами, консерваторы, наоборот, себя изолируют, что ли, толкая вот мейнстримных республиканцев еще больше идти на диалог с демократами? Спасибо, Ян. Тут сложно сказать, потому что, с одной стороны, пока у таких маг-республиканцев, ну, скажем так, что все получается, да, потому что они навязывают свою повестку, да, на это можно возразить, что, ну, вот, а демократы на это вот показывают на республиканцам, на всех, и говорят, что, ну, посмотрите, они же не могут даже управлять государством, с одной стороны, а с другой стороны, ну, а маг-республиканцам все равно все устраивает, потому что у них есть краткосрочные цели. Своих краткосрочных целей они добиваются. А портят ли они долгосрочные цели для своей партии, это вопрос, да, потому что наверняка мы ближе к осени услышим на, и на дебатах, и на дебатах, там, связанных с отдельными местами и в Сенате, и в Палате представителей, когда демократы будут говорить, что, ну, посмотрите на республиканцев, да, они же не могут управлять государством, но зачем вы будете их избирать, изберите нас, демократов. Вот, но это такая-то долгосрочная перспектива, поэтому тут сложно сказать, результат мы увидим. Я тут хочу единственное сказать, что я, конечно, больше сейчас про Украину начал переживать, потому что, ну, действительно, такая пауза затянулась очень сильно, и с одной стороны поддержка Украины никуда не делась, да, но нужно признать, что Джонсон все-таки удерживает ситуацию, вроде как переговоры идут, вроде как Байден готов идти на уступки, вроде как эти уступки должны быть интересны республиканцам, но вот стали появляться новости о том, что Джонсон говорил с Трампом, Трамп ему сказал, что мне неинтересно как бы решение этой проблемы до того, как я стану президентом, и это тоже понятно, потому что вот на прошлой программе я говорил, что тут такой интересный гамбит со стороны Байдена, потому что он, с одной стороны, он решает проблему Украины, с другой стороны, он решает проблему границ, и если он решает удачно, то это вроде как Байден решил, если он решает ее неудачно, то Байден скажет, что, ну, так видите, вот мы с республиканцами не смогли это решить, вот, поэтому как бы посмотрим, как будет, и вот присоединяюсь к Павлу, что давать прогнозы по поводу, значит, вот ума недоверия или доверия Джонсону, я тоже боюсь, потому что, когда стоял вопрос про Маккарти, я не видел никакой логики в действиях демократов, и я сказал, что я не верю, что они поддержат отставку Маккарти. Они нашли свою какую-то логику, ну, наверное, я ее могу понять частично, вот, но как бы с тех пор прогнозы делать боюсь. Да, спасибо, Игорь. Я думаю, мы еще вернемся к обсуждению вот возможной помощи в контексте миграционной реформы. Я еще хочу отметить, что есть какая-то ирония в том, что вот вроде как Маккарти выгнали за то, что он предал партию якобы, хотя как бы никакого предательства вроде как нет, ну, приняли бюджет предкосрочный, просто чтобы на Павлу как бы оставить правительство. Ну, уже предательство. Ну, ладно, ох с ним, избрали нового спикера, Майка Джонсона, вроде как такой консерватор наш человек, ну, вот как бы и в нем черты Маккарти стали проступать постепенно, уже тоже как-то не очень устраивает. Непонятно, как бы, кто тогда устроит. Вот. Ну, будем двигаться дальше. Окружной прокурор округа Фултон Фэнни Уиллис, которая ведет дело Трампа Джорджи, она оказалась в центре такого скандала. Ее обвиняют, во-первых, ее обвиняют в романе со спецпрокурором Нейтаном Уэйдом, который будет представить обвинение в самом деле. А самого Уэйда обвинили в том, что против него было вынесено решение о неуважении к суду в рамках бракоразводного процесса со своей женой. Ну, и кроме того, сообщается, что он получил около 700 тысяч долларов от прокуратуры округа Фултон за работу над делом Трампа. Игорь, скажите, как это может повлиять на дело вообще, эти обвинения? Да, Ян, спасибо. Я что тут хочу сразу договориться, да. Лично жду решения суда. Там, по-моему, на какой-то февраля, в середину февраля назначено рассмотрение ходатайства Майк Романа по поводу вот его ходатайства. Он хочет дисквалифицировать Уэйда и чтобы его дело прекратилось из-за этих нарушений. Но к этому ходатайству не было приложено ни одного доказательства того, что у Уэйда и Виллис был действительно какой-то роман. То есть мы не знаем, так это или не так. Есть косвенные свидетельства. Например, сейчас стало известно, что Уэйд купал там дважды, по-моему, авиабель на круиз для себя и для Виллис. Ну, как бы плюс Виллис на прошлых выходных она выступала в церкви, давала такую большую речь. И там была такая ремарка, она сказала про себя, что ну да, я не идеально, как и другие люди и всякое такое. То есть мы не знаем, были ли эти отношения. При этом мы знаем, что вот идет бракоразводный процесс. Сегодня, прямо буквально за пару часов до нашей программы, как раз по ходатайству Романа, документы бракоразводного процесса были раскрыты. Значит, там еще какое-то время займет на решение вопросов, связанных там с прависи. Но, тем не менее, Роман, получается, будет иметь доступ к этим документам. Но я сомневаюсь, что там что-то будет. Потому что вот в ходе сегодняшнего процесса стало известно, что это развод, он обоюдный. То есть это не то, что кто-то кому-то изменил и, значит, я там пошел, развелся. А это обоюдный развод. Обе стороны, и жена Вейда, и сам Вейд решили, что все, они не могут продолжать отношения. Развод начался еще два года назад. Вот. И не думаю, что Роман там что-то получит. Но самое главное, что давайте там представим, что хорошо подтвердили эти отношения, они действительно существовали. Дальше вопрос, что будет дальше, да, как бы, а насколько это важно для дела. И здесь все упирается в то, что чтобы конфликт интересов имел какие-то последствия, необходимо доказать Роману, в частности, что какие-то решения Вейд принимал, значит, из-за этого конфликта интересов. То есть, условно, он там сказал, что Вейд, как там спецпрокурор, решил, что у Вейда нет, нет там, он не совершал преступления. Он пришел к Виллис и сказал о том, что я вот не вижу тут никакого преступления. Она ему сказала, ах, если ты откажешься от обвинения, я с тобой встречаться перестану. Ну вот, да, это будет такое четкое злоупотребление. Я не уверен, что оно будет. Но, опять же, мы вот фактически ничего не знаем. Все знаем с чьих-то слов. И повторюсь, что к ходатайству Романа даже не было никаких доказательств этих отношений приложено. Поэтому будем наблюдать, смотреть и смотреть, как развиваются эти события. Единственное, что очевидно, если действительно отношения подтвердятся, то обоим могут грозить проблемы с их адвокатскими лицензиями. Но это, опять же, не повлияет на само дело, потому что, ну да, там есть конфликт интересов у двух прокуроров, но это не означает, что доказательства, принятые по делу, добыты по делу как-то незаконно. Но, опять же, другая сторона. Если суд решит, что доказательства получены незаконно, безусловно, это будет сделано как бы внутри ходатайства Романа. Но ровно такой же подход тогда суд будет применять и к другим обвиняемым, в том числе к Трампу. Поэтому нам пока остается наблюдать. Вот в середине февраля будет заседание суда. Обязательно расскажем, что там и как. Спасибо большое, Игорь, что какую-то ясность несли. Но факты фактами, политикой все-таки правят слухи и эмоции. Павел, поэтому я хотел вас спросить, как вы думаете, могут ли вот эти слухи, они как-то помочь Трампу, его защите вообще, ну, в общественном дискурсе как-то снять легитимность вот с этого процесса или как бы в лице республиканских избирателей, в принципе, уже как бы дальше некуда? Мне кажется, что, скорее всего, дальше некуда. Я бы выделил тут две большие аудитории. Это мага-республиканцы и республиканцы-сомневающиеся, но которые, то, что говорится, стремятся к республиканцам и готовы в случае чего проголосовать. Для первой группы вообще не имеет значения ни факта и ни значения в целом. То есть, что бы ни случилось с этим делом, они уже, скорее всего, очень негативно относятся. Почему? Потому что для них ценность победы Трампа стоит выше ценности реального разбирательства по делу. Но это мое личное мнение. Могу ошибаться. Вторая группа, она вот как раз готова рассматривать разные ситуации и в целом готова и критически к Трампу самому относиться. Я бы сказал, что такие умеренные республиканцы, либо сомневающиеся, которые тоже могут проголосовать за них. Для этой группы это, скорее всего, как бы как событие, возможно, будет оценено. Но в целом, опять же, это не то же самое, что, например, риторика Байдена по стене на границе с Мексикой, либо не то же самое, что Байден делает с экономикой. То есть, такие дела, такие события, они воспринимаются обычно избирателям всегда вторично. Потому что, если бы это был не Трамп или не Байден, не знаю, то же самое Десантис, который вот из гонки вышел, и против него дело было бы, и, по сути, новостной фон был зачищен, потому что, ну, что мы про Десантиса знаем? Там высоту его каблуков, как он ест бургер и что там еще во время избирательной кампании у него было за последние месяцы. Ну, кодайте по факту. Ну, действительно, новости такие были. Ну, и Лану второе место занял, вау. То на этом фоне, конечно же, все бы обсуждали эту ситуацию судом, пытались бы копать, и разные СМИ по-разному освещали бы это. Но когда это Трамп, то весь мир делится на две стороны, и каждый выбирает то, что ей больше нравится. Да, спасибо большое, Павел. Я в целом согласен с вашей оценкой, но, тем не менее, за этим делом, я думаю, мы будем все равно внимательно следить. Еще одна тоже, мне кажется, важная тема. В одном из выпусков мы рассказывали о том, что у Байдена было такое предвыборное обещание списать студенческие кредиты для американцев. И когда он стал президентом, действительно, была разработана такая программа списать долги, по-моему, на 400 миллиардов долларов для 40 миллионов американцев. Но вот не повезло. Верховный суд сказал, что это неконституционно, поэтому программа не заработала. И Байдена после этого в том числе обвиняли, что он как бы не сдержал свои обещания. Однако администрация все-таки не сдалась и решила вместо масштабной реформы списывать долги по чуть-чуть. Вот на прошлой неделе как раз списали, по-моему, 5 миллиардов долларов, долгов таких для 74 тысяч человек. Это в основном такие учителя, медсестры, пожарники, люди в таких схожих профессиях. В декабре и октябре списывали по 5,9 миллиардов. И в целом списали, по-моему, 137 миллиардов для 3,7 миллионов человек. Также создали такую программу, чтобы выплаты ежемесячные были меньше, а сам срок долга был меньше. То есть если вы, допустим, досрочно его не погасили до определенного срока, то он, по сути, будет списываться. Павел, как вы думаете, может ли это помочь Байдену на выборах, в том числе среди молодежи или тех, кому там еще где-то 40 нет, то есть люди вот со студенческими кредитами? Может ли это как-то рейтинг его поднять во глазах? Если я не путаю, по-моему, у нас в России есть федеральный закон молодежи, и, по-моему, это молодой человек до 45 лет считается. Могу путать, честно говоря, там все время этот возраст поднимали последние десятилетия, но примерно то же самое. Так что скажем, что до 45 лет у нас молодые люди. Вот, скажем так, такое определение. Давайте здесь как есть. Вот сидит избирательный штаб Байдена, и он занимается чем? Таргетированием. Вот есть таргетирование, когда вы в интернете рекламу какую-то покупаете, оно у вас квадратиками, баннерами показывается, там, в каких-нибудь запрещенных или разрешенных в социальных сетях. А есть избирательное таргетирование, когда вы берете, условно, 100% избирателей, разбиваете их по возрасту, по полу, по, там, социальному достатку, по привязке к геотегам, то есть где проживают, какой район, не знаю, условно, какая квартира, там, двух-трехкомнатная и так далее. Ну, то есть для того, чтобы понимать, сколько они зарабатывают, есть ли в семье одна, там, две машины или нет. И вы, соответственно, подбираете под каждую вот эту аудиторию, ну, во-первых, выбираете та, которая вам нужна и всего, это целевая ваша аудитория, либо такой электоральный ядер. А потом еще, там, вторую и третичную целевую аудиторию. Вы не работаете с теми, кто за вас никогда не проголосует, просто забиваете на них, и работаете с теми, кто вам, соответственно, нужен. Вот смотрите, сколько у нас этих долгов. Это 43-400 тысяч, по-моему. То есть 43 миллиона 400 тысяч человек, у которых есть студенческие долги. Всего в Соединенных Штатах Америки примерно, там, 331-332 миллиона человек. Соответственно, это 13%. Это 13% электората, которые, увидя это, они буквально почувствуют то, что о них либо заботятся, либо им делают какое-либо политическое предложение. Соответственно, мне кажется, что работа Байдена, это как раз вот сейчас работа с целыми аудиториями, где он может прибавить по несколько процентов. Почему? Трамп по статистике сейчас опережает его на 11% среди неопределившихся избирателей, то есть нейтральных избирателей. Это очень большая цифра, на самом деле. И, по сути, он еще также доминирует во всех шести спорных штатах. То есть тоже вторая цифра, которая говорит о том, что в данный момент Трамп побеждает. И, соответственно, Байду надо как-то это контраргументировать. И хорошая контраргументация, пока мне лично она не нравится, но с точки зрения именно политтехнологии базовой, это как раз работать с таким электорантом, предлагая ему конкретные экономические предложения. Кто-то назовет это подачками, кто-то назовет это социальными благами. То есть тут в зависимости от ваших политических взглядов. Но электоральное это то предложение, которое можно купить буквально. И люди, которым простили, соответственно, студенческие долги, они будут более эмпатично настроены по отношению к Байдену, чем к Трампу. Почему? Потому что у Трампа противоположная позиция по долгам, это раз. Во-вторых, Трамп вообще осуждает такую политику, ну, скажем так, такого социального государства, которое заботится о вас. Поэтому мне кажется, что глобально вот в каких-то процентах среди молодежи, то есть, ну, я бы назвал там до 30-35 лет, и сотрудников как раз вот сферы здравоохранения пожарных или тех, кто, как у нас в России принято говорить, там, в бюджетной работают, а в бюджетной сфере для них, скорее всего, это решение имеет значение. И они, скорее всего, следили за этим, точно так же, как те, кто... Помните, мы на одном из выпуски обсуждали, что Байден, по-моему, 9 или 10 лекарств, страховку добавил, которые раньше тяжело было купить. Вот это тоже социальная группа, которая тоже голосует или которой это решение важно. И вот Байден сейчас свою стратегию устраивает как? Он не делает больших решений, то есть он там миграционный кризис сейчас не решит. Но для конкретно каждой группы, которая может прийти на участок проголосовать, он дает свое политическое предложение. Они принимают это политическое предложение и, скорее всего, приходят и голосуют. Да, спасибо, Павел. Так, наверное, и запишем, что Байден, как Путин, применяет административный ресурс, помогает бюджетникам, пенсионерам тоже скидывает перед выборами стоимость лекарств. То есть уже деды как бы становятся похожи друг на друга. Вот. Ну и на самом деле, да, республиканцы тоже говорят, что это такой лодку по избирателям перед выборами. Ну и кроме того, говорят, что это нечестно, потому что, ну, с одной стороны, это нечестно по отношению к тем, кто не брал кредит за обучение. Вот. Им же ничего не дают. Вот. С другой стороны, по отношению к тем, кто будет брать кредиты в будущем, потому что, ну, для них как бы в будущем списание не предусмотрено, по крайней мере, пока. Игорь, а вот как вы смотрите на такую политику? Смотрите, я здесь как бы вот ориентировался бы на американцев-американцев, да, и у меня был как-то разговор, который меня очень сильно удивил, но который мне добавил очень много понимания, значит, отношения американцев к социальной защите. Я общался с человеком достаточно молодым, ему лет, наверное, 25, там, до 30, американец, и который однозначно не поддерживал Трампа, это было, я не знаю, еще до ковида было. И когда мы с ним завели разговор по поводу general health care, да, то есть медицинской помощи, которая, вот я говорю, что, слушай, ну, во всех развитых странах медицинская помощь за счет государства, как бы, а в Америке у тебя страховка, но если только ты вот умираешь, тебе помогут бесплатно, да, вот. И он совершенно, при том, что он абсолютно демократических взглядов, он сказал, что нет, как бы, это капитализм, у тебя должна быть своя личная страховка, государство за тебя платить не должно. И это вот его убеждение было, при том, что я говорю, что человек абсолютно про демократических взглядов, абсолютно не поддерживающий Трампа, поэтому здесь вот я не видел никакой кистики, как там избиратели поддерживают, не поддерживают вот эту идею, но, как бы, я не исключаю, что кто-то из них не поддерживает, кто-то из-за того, что вы им сказали, да, что это несправедливо, я не брал, или там мне не простили, я сам выплачивал. Я, кстати, знаю такого человека, который сказал, что, ну, вот, а я там до какого-то момента там не могла поехать в путешествие, да, почему? Потому что я закрывала студенческие кредиты и ипотеку, вот. Не могла там, во всем себе отказывала, не ездила путешествовать, лишь бы закрыть, а теперь, получается, кому-то это все закроет. То есть вот с этой точки зрения кто-то даже из демократических избирателей не поддержит это решение, или принципиально, что это вот вообще неправильно делать, потому что у нас капитализм, каждый должен заботиться о себе и всякое такое. Вот, но посмотрим, в любом случае, еще скажу, что сейчас ожидаем, что все-таки вот эта новая программа тоже будет оспорена в суде, опять же, посмотрим, какие там будут основания, останется она, не останется, будем наблюдать и, опять же, зрителям рассказывать. Ну да, спасибо, Игорь. Многие скажут, наверное, что это плюс такой американской двухпартийной системы, что люди с очень разными взглядами, тем не менее, могут существовать в какой-то одной партии, другие скажут, что наоборот это плохо и нужно много партий, чтобы люди по интересам все-таки разбились и отстаивали как-то свою политику. Вот, ну, пока есть как есть. Тем временем США набирает обороты, такой новый виток противостояния между администрацией Байдена и республиканскими властями ШНАД Техас. Связан он с спорами вокруг границы, точнее, как эту границу защищать, кого пускать, кого не пускать. Игорь, расскажите, пожалуйста, в чем, собственно, спор. Да, ну, я начну с того, вот, Ян, вы сказали по поводу такой политической ситуации внутри Америки, да, люди с противоположными взглядами. Вот в целом я обычно говорю, что власть в Америке, она тонким слоем размазана и горизонтально, и вертикально, и вот той самой вертикали власти, которая есть в России, в Америке нет, потому что слишком тонкий слой власти, который не дает ее у кого-то там, толстый слой, наоборот, сгруппировать и что-то такое делать. У этого есть оборотная сторона, это большое количество споров, но споры эти решаются в суде, ну, и, собственно говоря, вот именно так происходит с Техасом. Техас устал от того, что федеральные власти бездействуют с точки зрения тех самых нелегальных мигрантов, ну, и даже легальных мигрантов, да, и Техас получается, что он такой пункт номер один, где очень большое количество этих мигрантов останавливается. В итоге уже только что штат не делал, он направляет автобусы, там, десятки тысяч человек из своего штата переводит в другие штаты, чтобы они не оставались в Техасе, но и пытается сам уже теперь бороться с этой миграцией. Мы рассказывали о том, что Техас поставил такие защитные сооружения из колючей проволоки на границе вдоль реки Риогранды, чтобы никто не мог ее перейти, потому что такие сооружения там в полный человеческий рост, вы там без опасности для своего здоровья не сможете их пройти. Вот. В итоге, значит, что стало делать федеральное правительство? Федеральное правительство стало демонтировать эти сооружения, в итоге Техас пошел в суд и сказал о том, что это наша собственность, почему вдруг федеральное правительство лезет к нашей собственности. Суд первой инстанции сказал, нет, федеральное правительство право, вторая инстанция сказала, нет, как бы у Техаса есть свой интерес, Поэтому федеральное правительство не вправе демонтировать эти сооружения. Сейчас этот спор находится в Верховном суде. Ну а пока спор находится в Верховном суде, эти сооружения остаются. Уже при этом дополнительно развернуты силы Национальной гвардии техасской вдоль границы. И начались конфликты между Национальной гвардией Техаса и федеральными служащими из то, что называется Border Patrol, то есть пограничниками, можно сказать так. И вот в результате одного из последних таких конфликтов утонула женщина с двумя детьми 8 и 10 лет. Они стали тонуть на глазах у пограничников федеральных, но те ничего не могли сделать из-за того, как раз что вот эти конструкции мешали подобраться к реке и их спасти. Вот. И поэтому это сейчас спор продолжается, но параллельно с этим Техас пошел еще дальше. Техас принял закон, которым он установил то, что ответственность, уголовную ответственность за незаконную иммиграцию в США. И при этом этот же закон дал еще право техасским судям, то есть судям штата, решать вопрос о выдворении вот этих вот людей, которые нарушили миграционный статус в Мексику. Вот. Проблема. То есть, с одной стороны, этот закон чрезвычайно эффективный, потому что, по сути дела, Техас взял инфорсмент в свои руки и сейчас может пачками людей арестовывать, высылать и так далее. Но проблема этого закона в том, что он является неконституционным. Почему я говорю так об этом уверенно, хотя нет еще решения суда никакого, потому что в 2010 году Аризона принимала аналогичный закон, и в 2012 году этот закон дошел до Верховного суда. И Верховный суд сказал, что нет, штат не имеет права вмешиваться в миграционную политику, потому что миграционная политика – это вопрос федеральной власти. Поэтому штат не может никак влиять на миграционную политику, только федеральная власть может этим заниматься. Интересно, что решение было принято 5 против 3. При этом из действующих судей тогда, в 2012 году, в этом деле принимали участие Сатамайор и Робертс, которые голосовали за то, что закон признать неконституционным. Но в то же время были и Алита и Томас, которые голосовали, наоборот, против. Они считали, что закон является конституционным. Почему закон является конституционным? Там у Томаса, по-моему, было особое мнение, он полностью с этим согласился, Алита частично, но логика там была такая, что судьи сказали, у меньшинства, они сказали, что нет, ребята, вот такой закон, он не противоречит федеральным правилам миграции, он их дополняет. То есть он же ничего не говорит, он не меняет, как можно получить легальный статус или какие-то новые основания для неполучения или получения. Он его дополняет, то есть просто делает такой механизм инфорсмента. Ну вот посмотрим, если это дело дойдет до Верховного суда вновь, а я думаю, оно дойдет. Сейчас уже подано два иска, один от Министерства юстиции, другой от двух правозащитных организаций. Дело дойдет до Верховного суда, посмотрим, изменит ли Верховный суд свое мнение. Мы знаем, что вот текущий состав Верховного суда, скажем так, он известен изменением мнения Верховного суда. Мы это видим и по делу об отмене права на аборты, и по отмене позитивной дискриминации. Ну, будем наблюдать, как здесь будет развиваться событие. Но потенциально, да, такое может быть, что Верховный суд оставит этот закон Техаса в силе, и у Техаса будут действительно дополнительные инструменты в борьбе с нелегальной миграцией, да и с легальной миграцией. Но и посмотрим, как другие штаты на это тоже отреагируют. Да, спасибо большое, Игорь. Я бы тут единственное допомнил, что, чтобы было понятно, есть отдельная система федеральных миграционных судов, которая вот рассматривает дела людей, которые оказываются на границе, если они там, допустим, просят убежище, и много разговоров о том, что ресурсов у этой системы совсем не хватает, что она не успевает все эти заявки рассматривать, поэтому часто людей отпускают, назначая им дату рассмотрения, отпускают их в США с таким как бы полулегальным статусом, по сути. И кто-то приходит, и там кому-то дают, кому-то не дают, кто-то не приходит, остается в США нелегально. Поэтому Техас в том числе пытается вот так вот взять закон в свои руки. Вот. А тем временем продолжаются в Конгрессе переговоры по миграционной реформе. Демократы и республиканцы в Сенате при содействии Белого дома к Кальцеру вроде нащупали какой-то компромисс, но республиканцы в палате представителей, вот лица как раз спикера Майка Джонсона и Дональд Трамп тоже, они выступают решительно против сделки, говорят, что никакой компромисс невозможен, во всяком случае, пока Байден в Белом доме. Либо это должен быть какой-то радикальный закон, то есть массовые депортации, стена на границе, ну и как бы все понятно. Павел, как вы думаете, почему вот именно такое противодействие есть компромиссу по миграционной реформе? Это именно какой-то, вызвано какими-то принципами идеологическими действительно, или это такой политический расчет, что вот не нужно Байдену давать какие-то козыри перед выборами, или наоборот лишать республиканцев перед выборами козыри, потому что миграция это все-таки главный пункт такой критики администрации. Ну я бы добавил в целом, что миграция экономика все-таки, и плюс еще третья, обычно топ-третья проблема, это вопрос безопасности вообще, и самочувствие безопасности, особенно в крупных городах, то, что называется в России миллионниках. И здесь надо сказать, что, насколько я видел по статистике, только за декабрь 225 тысяч человек пресекли границу США через Техас, и 60% из них в итоге оказались нелегалами. То есть, ну вот в этом статусе, который вы описали, ну вот именно нелегальный, потому что здесь тоже есть эти истории, если вы на политубежище претендуете, ваш суд может быть в США через 5-7 лет, потому что там очереди, насколько я понимаю, большие судей или судей тоже не хватает, и в целом система в данный момент не справляется. Если говорить про Конгресс, то здесь надо сказать, что, ну вот если бы я был технологом, я бы, наверное, у республиканцев, я бы, наверное, советовал все-таки затягивать это решение на постэлекторальный сезон. Почему? Потому что это большая мишень для критики. И это очень удобная мишень для критики, особенно в тех штатах, которые, если Техас раньше был, например, прям красный-красный, то все равно мы видим, что в больших городах он, например, уже меняется. А в агломерации он по-прежнему такой же консервативный, но все равно как бы тенденция немножко другая. И мы видим, что он становится более демократичным на самом деле. И в целом там, не знаю, Аризона, Невада, мне кажется, тоже самые постоянно уже. Либо уже спорные, либо меняются, либо становятся все более демократическими. В отличие от той же самой Флориды, у которой, наоборот, обратный процесс пошел. И здесь надо сказать, что на самом-то деле, вот если говорить про миграцию, то, по-моему, как раз при Байдене больше всего, вот именно, что, как говорится, мигрантов больше всего, по-моему, 12 миллионов, это больше, чем у Барака Обамы и Трампа вместе взятых. Потому что одного, по-моему, там 5 было, у второго около 4,5. При этом тут интересный момент в том, что принято считать, что Трамп больше всего людей депортировал из Соединенных Штатов Америки, а на самом-то деле больше всего как раз делал это Обама. Вот, что на самом деле удивляет многих сторонников республиканской партии. Мне кажется, что республиканцы выбрали себе стратегию именно ждать, критиковать, потому что эта тема волнует всех. Она волнует одновременно людей, которые проживают в Нью-Йорке, потому что сейчас в городе кризис, и одновременно волнует всех, кто находится в штате Техас и там соседних штатах. Но здесь еще тоже ключевой вопрос, потому что, ну, Техасы известны тем, что они считают, что они прям вообще отдельная республика абсолютно на особых правах. Вопрос о сицессе, он периодически поднимается. Мы знаем, что он заканчивается всегда неудачно, но все равно присутствует. И здесь надо сказать, что, например, для внутренней риторики на выборах 2024 года это одна из важнейших повесток. То есть республиканцы, мне кажется, здесь застолбили себе победу заранее именно внутри самого штата, то есть в местную легислатуру и, соответственно, от самого Техаса в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Плюс, надо сказать, что в целом идеологически, ну, наверное, нынешнему губернатору эта риторика тоже близка. И указ тоже, по-моему, я смотрел, и лично он подписал. Но здесь есть какой вопрос? Вопрос в соответствии с того, что, а если вот федеральная власть, она действительно исправляется с этим кризисом? И этот кризис, ну, он уже, на самом деле, не один год идет. И Техас страдает больше всех. Ну, объективно, просто больше всех. И у них не получается договориться. То есть они совершенно по-разному видят решение проблемы. Они видят по-разному восприятие бюджета, который можно использовать для решения проблемы. Что тогда делать? То есть вот поэтому, мне кажется, они в суды и пошли для того, чтобы уже разрешить эту ситуацию раз и навсегда. Да, да, я тоже с этим согласен. По-моему, в этом году тоже на референдум собирают подписи, чтобы вопрос о сэцессии от Соединенных Штатов в Техасе. По-моему, не уверен, что они собрали подписи пока. Но время, по-моему, у них еще есть. Хотя я не думаю, что там сколько-нибудь успешный будет исход этого дела. Но, конечно, проблема в том, что вот этот такой контактный рельс американской политики в виде миграционной реформы, он оказался увязан вот с другими вопросами. С помощью Израиля, с помощью Украины. Вот такой внешнеполитической повесткой Байдена. И как бы не могут решить одно. И республиканцы наставят, что пока не решим это, не решим все остальное. А если нет желания решать это, то, соответственно, и вопрос Украины и Израиля тоже как-то повисает в воздухе, к сожалению. Но перейдем все-таки к избирательным делам. В прошлый понедельник в штате Айова состоялись кокусы даст старт партийным праймерис республиканцев. Там никакой интриги. Дональд Трамп одержал сокрушительную победу. Впервые в истории в конкурентной гонке набрал более 50% голосов, набрал 51% и победил в 98 из 99 округов. Микки Хейли победил пол в одном, причем на один голос всего. Павел заспойлерил уже. Рон Десантис, губернатор Флориды, финишировал вторым, набрал 21%, хотя просто давали ему лишь третье место. Возможно, как-то холода повлияли, потому что явка была рекордно низкая с 2000 года, меньше 15%. И хотя Десантис потратил большую часть своих ресурсов на Йову, посетил все 99 округов, заручился поддержкой губернаторки штата, по-моему. Но вот отставание в 30% от Трампа все-таки не выглядит сильным результатом. Ники Хейли получила 19%, но для нее третье место тоже не очень хороший результат, потому что медиа так расхайпили ее кандидатуру после опросов, которые получили второе место. И сейчас для нее важно хорошо выступить в Нью-Геншире, где она отстает не так сильно от Трампа. Ну, а наш любимый Вивек Ромасвами, хоть и больше всех кандидатов провел времени в Айове, он посетил все 99 округов, по-моему, даже дважды, но вот занял четвертое место, по-моему, 8% у него. И после этого он все-таки вышел из гонки, поддержал Дональда Трампа, хотя до этого Трамп начал критиковать уже Ромасвами, сказав, что отлучил, так сказать, от движения мага, но потом принял блудного сына обратно. Павел, как вы думаете, за счет чего Трамп смог настолько обойти своих конкурентов? Да, Ян, спасибо. Но мне кажется, здесь надо даже не от Трампа отталкиваться, а от конкурентов. Вот у меня с Амазона, по-моему, четыре книжки, купленный Атлас, с электоральными картами, там по 400 страниц, с каждого там восьмой год, и все до 2020 года. Я вот посмотрел по Айове, как они голосовали, то есть в предыдущих праймерис по республиканской партии. Там ни разу не было такого, чтобы все там, ну не 99, получается, 98, по-моему, все-таки Ники Хэлли действительно один забрала, потому что там подсчет был, там спорный вот этот голос, ну пусть будет у нее один каунти она взяла. И там всегда не было, по-моему, ни одного кандидата, кто взял бы больше одной трети. Трамп взял почти 100%, ну по сути 100%. И это, конечно же, удивляет, это показывает, что его фигура, она такая монолитная, и этот триумф я бы объяснил следующим, что, во-первых, у него действительно сильная компания, во-вторых, у него настолько сильная медийка, что он действительно перебивает и Байдена, и перебивает всех своих оппонентов, потому что про Трампа просто нельзя не говорить. Даже если мы посмотрим, вот если, мне кажется, за год взять все наши эфиры, и просто контент-анализ провести, то Трамп, скорее всего, будет почти в каждом выпуске как отдельная тема, либо как под тему в Блице, это 100%. Про Байдена мы даже меньше говорим, как мне кажется, хотя он действующий президент. Второй аспект это то, что Трамп, он умеет мобилизовывать своего избирателя, то есть, и он умеет еще защищать своих конкурентов. Ивек Ромасвами был его спойлером. Действительно, то, что Вивек 8% набрал, это на самом деле очень крутое достижение для политика, который с Марта компания ведет, а до этого был нонеймом абсолютно, то есть его никто даже в России толком не знал и не слышал о нем. 8% это круто, но Трамп понял, что Вивек моложе, Вивек ярче, у него лучше поставлена речь, он не говорит обычными окей, гуд, 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 как обычно Трамп говорит, у него более сложная, интересная, интеллектуальная речь, его действительно приятно слушать, там часами некоторые люди приходят к нему на передачу и слушают его. Но он решил все-таки убирать своих оппонентов и поступил примерно так же, как с Де Сантисом. Либо ты присоединяешься ко мне и как бы целуешь перстень, либо, соответственно, ты против меня, но тогда ты проиграешь и не попадаешь в администрацию. А для Вивека это все равно карьерные шансы, потому что Вивеку надо зацепиться в политике за что-то. В партии ему не дадут сейчас расти, скорее всего. А вот попасть в администрацию Трампа и быть таким мэром Пита, который был у Байдена, вполне возможно. Почему нет? Хотя многие пророчат ему вице-президентство. И, наверное, такой вот третий аспект, помимо того, что Трамп умеет убирать своих оппонентов, это сами компании у оппонентов. Я вот, честно скажу, очень переживал за Вивека не с точки зрения его личности, а с точки зрения того, как он, вот то, что он дважды обошел все округа, для меня это было очень важно с точки зрения математики электоральной, потому что я помню, что когда Барак Обама избирался, по-моему, в Сенат Иллиной, если я не путаю, то он все так же каунтис у себя прошел, буквально пожал всем руки, хотя еще события отголоски 11 сентября, где там Хусейн Бен Ладен был, они отголосками все равно в новостях были, то есть он приходил в какой-то каунте, то есть приезжал в какое-то графство, а там газета, где вот буквально человек с похожим ФИО, похожий даже на него чем-то внешне, ему надо было отбивать этот негатив. Вот он обошел все дважды и выиграл. Мне было интересно, сможет ли Вивек хотя бы подвинуться там до 15%, но оказалось, к сожалению, что нет, то есть так математика пока не работает электорально. И финальный, наверное, это, собственно, сами компании. в разы слабее. Хелли иногда не знает, что говорит. То есть вот как ситуацию мы с рабством обсуждали, что она не понимает причины гражданской войны. Также непонятно с точки зрения бана ТикТока. Ну, до сих пор нет обоснования. Ну, данные передаются. Ну, хорошо, а Фейсбук не передает европейские, кстати, экстремисты в России. Европейский не передает в Европейский Союз данные американцев. Передает то же самое. Поэтому спорные моменты. А Вивек слишком молодой, неопытный. Десантис просто потратил, скажем так, последнюю жизнь во время своей избирательной кампании. Поэтому Трамп показал отличные результаты с точки зрения вот именно электоральных цифр. И мне кажется, что дальше тоже будет идти по головам и посмотрим, насколько продержится Хелли. Да, спасибо большое. Павел Игорь, у вас какие впечатления от кокусов в Айове? Ничего неожиданного не было. Я единственное хочу сказать только зрителям, что обратите внимание на следующее, что с одной стороны Трамп действительно выиграл с огромным отрывом. Я ни в коем случае не собираюсь ставить под вопрос то, что у него действительно такой большой отрыв, и как Ян сказал, что это исторический рекорд. Но обратите внимание, что на самом деле из-за низкой явки Трамп выиграл достаточно маленьким количеством голосов, я имею в виду избирателей. То есть всего избирателей там что-то под 2 миллиона, миллион избирателей республиканских на выборы пришло 50 тысяч. То есть, по сути дела, половина из этих 50 тысяч, если я правильно помню, они определили судьбу Кокосов в Айоте. Это не к тому, что на самом деле если бы там пришло бы больше, то Трамп бы не выиграл. Трамп бы все равно выиграл. Просто я хочу, чтобы зрители понимали, вот какое количество избирателей было, и они выбрали Трампа. Да, спасибо, Игорь. Только я немножко поправлю, там на Кокос пришли 100 тысяч, а из них 53 проголосовали за Трампа. Но если считать как бы в масштабах штата, получается, что вот 2,5% выбрали Трампа к своим кандидатам. Но тут нужно понимать, что, во-первых, сам формат Кокосов, когда нужно не просто пришел, проголосовал, ушел, а нужно несколько часов все-таки находиться там, он не предполагает массовой явки. Но, во-вторых, сами праймерис, они тоже, на самом деле, не такие массовые вот по явке. Потому что, если мы посмотрим 2020 год, там самая высокая явка, это, по-моему, Монтана, Колорадо, Ньюхеншир, 42-45%, а самая низкая, Северная Дакота, Гавайи, Вайоминг, 2-3%. Если же смотреть по стране в целом, то выше 30% явка была только на праймерис в 2008 и 2020 году. В остальные годы она была ниже, и при этом ее еще нужно делить где-то на два, потому что партии все-таки две. То есть, грубо говоря, на республиканский и демократический праймерис приходит по 10-15% от общей массы избирателей, а то и того меньше. Вот. Ну и, как бы, возвращаясь тоже к теме избирательной, буквально вчера губернатор Флорида Илон Десантис объявил, что завершает свою избирательную кампанию за пост президента, сказал, что поддерживает Трампа. Павел, вот расскажите, почему Десантиса не вышла, почему он не смог и почему вышла с гонки сейчас? Давайте эксперимент проведем. Вот, Ян и Игорь, вот я когда говорю Десантис, какая у вас ассоциация, как у политика? Вот просто первое любое слово, которое возникает. Неловкий. Игорь? Знаете, у меня ассоциация это то, что Павел пьет из кружки с надписью Десантис. Что касается самого Десантиса, его улыбка, она такая, вот он улыбается очень странно, ну да, вот, наверное, неловкий тоже, я согласен с Яном. Вот, и большинство людей, специалистов, кого я опрашиваю, они тоже говорят, либо неловкий, либо еще пустой. Никакой, пустой, никакой. Мне кажется, это ключевая ошибка с Десантисом, что за полгода он не смог медийно себя наполнить. Мы уже обсуждали один раз, что он сам говорил публично, по-моему, за месяц до четвертых дебатов, что, ой, вы знаете, я понял, что можно ходить на большие СМИ и не вести компанию, как будто я губернатор, и он пришел на CNN, и потом спустя два месяца пришел второй раз на CNN, и больше особо никуда не ходил, кроме там еще одного подкаста. Здесь, мне кажется, что либо у него команда просто изначально отрабатывала деньги, честно говоря, не хотела, чтобы он победил, для меня это выглядит так, честно говоря, потому что как будто с его образом не работали, то есть я понимаю, да, у него странная мимика, ну, скажем так, пусть у нас такое инклюзивное общество будет, ну, чувак со странной мимикой, ну, пусть будет, но он все равно как бы не отличается от Трампа, но при этом пытается отличаться от Трампа. Он не отличается от Хейли, но пытается отличаться от Хейли. И вот на этом плане, мне кажется, что если взять его портрет и портрет всех других кандидатов, взять фокус-группы, то есть качественные исследования в одной комнате, собрать избирателей разных штатов, они, скорее всего, не отличат его от какого-нибудь местного губернатора, вот, например, там кто-то из штата, там, не знаю, там, Невада, не отличит его от губернатора, там, какого-нибудь штата Нью-Джерси нынешнего, ну, если не особо знает, он просто увидит, а, наверное, это какой-то губернатор из того штата, или там, не знаю, не слышал. Мне кажется, это первая ошибка. Вторая его ошибка компании, да, у него там были неловкие моменты, я, конечно, смеюсь, это вот там и запуск компании тоже странный был с Твиттером, но, опять же, это не определяет компанию, любой скандал, 48 часов, дальше он умирает. Редко, когда дольше, это если у вас суд, скорее всего, назначен, тогда вот такие конфликты живут дольше, как вот с актером из Марвел, сейчас, которого брали с, там, одну из главных ролей злодея. И тут ключевое, что не смог сделать Десантис, выстроить свою агитационную машину пропаганды. У него не получилось. Даже его социальные сети и Твиттер, ну, это, по сути, какой-то вторичный контент на уровне. Я приехал, встретился с избирателем, мы поговорили, как классно, я люблю США, 4 июля, вау, ну, все. Ну, то есть, этого нет. Посмотрите на Трампа, у него драма, у него настоящая драматургия, суд снимет, не снимет, все враги. Хелли, там, он ее оскорбляет плохими словами, но она была в его команде, тоже драма. Десантис, я тебя родил, я тебя породил, я тебе 2% в 16-м году или там, в 18-м году дал на губернаторских. Ты меня предал, нож в спину. А что у Десантиса? У Десантиса агитировала его жена. Американский электорат к себе подтянуть. Ну, то, что называется глобальный hispanics. И при этом, сам, как бы, пример Флориды, он мог тоже это использовать. Но он, пример Флориды использовал как? Вот вы, граждане Калифорнии или там Невады, я сделаю у вас Флориду. Да не хотят люди в Неваде, чтобы у них Флорида была. Ну, она им не нужна. Им нужно, чтобы у них по-невадски все было хорошо, как они хотят. Это тоже странный такой аргумент. Поэтому мне кажется, что стратегически и агитационно, вот просто сугубо вот с точки зрения политконсалтинга компания была выстроена очень странно. Она была сырой, ненаполненной. Он не отличался от своих оппонентов, при этом был пустым, ненаполненным. Были действительно неловкие моменты, которые выдавали в нем то, что он не понимает, как вести, за что стоять. И ключевой, наверное, такой аспект, почему, например, то же самое Ромасвами получил 8% сразу. В Ромасвами есть набор ценностей, у него есть 7 пунктов его программы, с которыми он постоянно выступает. И он, например, не боится выступать с пунктом про то, в Штатах Америки сегодня, ну, звучит уже достаточно слишком консервативно и необычно. Но он выступал, и он тем самым за свою ценность боролся. А какая ценность была у десантиса? Я отменил там что-то в школах Флориды. Хорошо, круто. На уровне губернатора классно. Хороший пример республиканского губернатора. Ну, а на уровне президента какое это его предложение? А какие ценности? А ситуация по Украине? А Израиль? Непонятно. Плюс по Израилю тоже он себя ведет. То есть были такие маленькие огрехи, например, по Израилю. Он предлагал, по-моему, запретить учиться, выгонять из университетов студентов, которые уступали за Палестину. Ну, как бы частное заведение, и как ты будешь оттуда выгонять? То есть, ну, какой кодекс они, если они какие-то фразы не произносили, там, российские условия, какой кодекс они нарушают, университеты не нарушают. Если они с флагами собираются, то уже у Палестины есть свой флаг, как бы он не признан экстремистским запрещенным. То есть много таких ошибок, и видно, что он сам себе противоречит политрешениям, и мне кажется, что у него штаб поработал так. Они вот брали себе несколько банок виски, ой, не банок, бутылок виски, на вечер закрывались в этой комнате, курили сигары, смотрели социологию, такие, а завтра мы сделаем так, как социология говорит сегодня. И вот у него компания вся так и выглядит. То есть он смотрит на социологию, меняет позицию по Украине. Смотрит на социологию, меняет позицию по Израилю. Мне кажется, что как раз вот это его и погубило, что нет наполненности, нет образа, и он все время был не то, что второй скрипкой, а третьей скрипкой, потому что, ну, вот Ники Хейли, она, например, сейчас оппонирует Трампу в разы сильнее, чем тот же самый Десантис. Да, спасибо большое, Павел. Но есть мнение, что вот жена как раз его, собственно, на выборы и потащила. Вот. Игорь, а как вы думаете, много говорят о том, что, ну, вот не получилось в этот раз, но может Десантис все-таки тогда выстрелит в 2028 году, как вы думаете, реально, или все-таки вот эта избирательная кампания, она все-таки нанесла ему такой какой-то репутационный урон, что, как бы, уже и нет смысла. Спасибо, Ян. Тут сложно сказать, потому что к 2028 году многое забудется уже, да, но, как бы, если он решит там претендовать опять на пост президента, я думаю, что это вытащат и вспомнят, причем прямо с самого начала кампании, да, еще не дойдя до праймерис. Поэтому, ну, вряд ли он, ну, может и решиться, но я не знаю, кто его будет поддерживать, при этом, там еще такой момент, что его полномочия губернатора истекают в 2026 году, и, насколько я помню, могу ошибаться, во Флориде тоже есть ограничения по двум срокам. То есть, на третий срок он не пойдет, и, значит, он с 2026, ну, там, не до 2028, до 2027 года, ему нужно будет год что-то делать, да, чтобы, с одной стороны, не уйти из информационного поля, а, с другой стороны, как бы, ну, он не губернатор к Флориде, то есть, что он будет делать, не совсем понятно. Поэтому, тут такое есть еще объективное обстоятельство, которое ему помешает, но, как бы, кто знает, сейчас же он решился идти, не имея, по сути дела, такой четкой, четкой, четкого плана и четкого отстраивания от того же Трампа, от той же Хейли, от Ромасвамии и так далее. Может быть, и в 28-м году решится. Ну, да, избираться в Конгресс в Палату представителей, это, как бы, вроде как понижение с поста губернатора, в Сенат пойти не получится, там оба места республиканские заняты, идти в администрацию Трампа будущую, возможно, ну, вот тоже, как бы, вариант получится, возможно, всех трех, как бы, Трамп себе и заберет, Ники, Ники Хейли, Ромасвами, Десантиса, то есть, все будут в одной команде в итоге, а потом уже будут опять драться между собой. Вот. Завтра уже состоятся партийные праймерис в Нью-Хемпшире, у республиканцев там, теперь, по сути, два участника, Трамп и Хейли, по разным опросам отрыв там, Хейли от Трампа от 27% до 2%. Поглядим, у демократов эти праймерис не имеют юридической силы, то есть, делегатов не будет, потому что они календарь поменяли, но сами выборы все равно пройдут, Байден официально не участвует, остается конгрессмен Дин Филлипс и писательница Мариана Уильямс, но компания Байдена активно просит избирателей просто вписать его имя в бюллетене, чтобы он все равно выиграл, а левые активисты просят вписывать слово перемирие в бюллетене, чтобы привлечь внимание к бомбардировкам газа сейчас. Быстро, вот если можно, Павел Игорь, как вы думаете, какой, кто победит, собственно, на праймерис не больше? Байден. А у республиканцев? Тоже, ладно, на самом деле Трамп. Ну да, я тут согласен с Павлом, что на самом деле, ну у меня лично нет сомнений, что победит Трамп, ну скажем так, 95% я уверен, что победит Трамп, вопрос другой, какой отрыв будет у Ники Хейли, насколько она сможет к нему приблизиться, и очень, очень будет показательно для того, чтобы понимать, есть ли смысл дальше вести по кампанию или нет? Да, да, я тоже соглашусь, важен будет именно отрыв, потому что, если будет отрыв какой-то в районе 20%, 20-30%, как в Айове, ну это все, праймерис закончились, я могу всех поздравить, самый короткий праймерис, наверное, за последние лет 50, а может и больше, то есть никакой интриги прям вообще не там, ни у демократов, ни у республиканцев, но посмотрим, на следующей неделе обязательно обсудим, что произошло в Нью-Гэмпшире, станет Трамп кандидатом в президенты или Ники Хейли еще поборется, вот, узнаем на следующей неделе и с вами тоже увидимся через неделю, это была программа Три Фекты, Слабы, Добровские, весело, всем пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.